Процесс спасения для спасенных Процесс спасения для спасенных, если уже ты спасен Но я не ошибся, именно здесь и сокрыто вопрос, над которым мы будем рассуждать с вами сегодня Если ты уже спасен, есть ли в этом какой-то еще процесс? И я думаю, что сегодня большинство из вас, сидящих в этом зале, это верующие люди Которые уже покаялись когда-то в своей жизни, которые служат Богу И которые считают себя уже спасенными Вот именно для нас сегодня и будет вот эта тема проповеди И для меня тоже, в том числе Я сегодня хочу, чтобы мы с вами ответили на три вопроса Структура будет очень простая Что делать, как делать и для кого делать И возможно вы уже сами себе дали ответы Что делать, как делать и для кого делать Вначале давайте мы с вами прочитаем из Библии И начнем вместе рассуждать Филиппийцам 2 глава, 12 стих и 14 стих Там написано так Итак, возлюбленные мои Здесь на второй части этого стиха Со страхом и трепетом совершайте свое спасение Это обращение к людям, которые уже имеют спасение Совершайте, делайте свое спасение Хочу прочитать по-английски Следующий слайд, другая версия там написана так А теперь давайте подумаем вместе над тем, что здесь написано Здесь на первый взгляд может показаться Что спасение нам нужно зарабатывать Кажется, нужно над ним работать Нужно что-то доказывать Нужно его заслужить Я в самом начале хочу сделать поправку и сказать Для всех, что спасение это дар Божий Который дается всем людям даром бесплатно по вере Не по делам, не по заслугам Это очень важно, чтобы мы все понимали Что спасение мы получаем по вере Но тогда снова возвращаемся к этому же месту из Библии Почему тогда нам людям нужно работать над этим Или совершать свое спасение Я считаю себя верующим человеком с детства Никогда не задумывался, никогда Не прилагал возможно усилий, не думал об этом Хотя этот стих из Библии читал уже не первый раз Что людям нам верующим нужно совершать свое спасение Давайте подумаем над этим словом Попробуем расшифровать, что такое совершать Что такое значение этого слова В английской Библии оно объясняется Немножко тоже объясняя нам Там написано Work out your salvation По другому это можно расшифровать Как ходить в фитнес, в джим Качать свои мышцы, тренироваться или упражняться Работать над этим Еще есть написано, что Работать над своим спасением Хочу сказать, что часто в Библии И не только в Библии В проповедях Говорится призыв о том, что мы должны спасать других Проповедовать другим Служить другим Ехать на миссию Спасать других Это нормально Это правильно Здесь открывается другая часть Для верующих И открывается наша ответственность Работайте над спасением Чьим? Своим Вашим спасением Которое у вас уже есть Совершайте свое спасение Или работайте над своим спасением По другому здесь Говорится о том Павел говорит, что Не останавливайтесь на полпути Также здесь идет речь о том Что это наша ответственность Чтобы мы самостоятельно Тоже имели свою ответственность И имели свою долю Свою часть Чтобы мы над этим работали Здесь Также открывается Что в этом процессе Процесс спасения Здесь есть наша воля Наше старание Наше старание То есть мы выбираем Можем выбирать Работать над своим спасением Или не работать Совершать его Или не совершать Значит там есть воля И старание человека Но там есть также и Бог Там есть также и Бог Который простирает Свою милость людям И благодаря Богу Мы получаем спасение Сами мы бы не могли бы спастись Дальше Если написано Совершайте свое спасение Давайте вернемся на слайд назад В английской Библии написано Continue to work out Продолжайте То есть это еще раз Нам повторяется То же самое Акцент на то Что это продолжительный процесс Продолжайте работать Над своим спасением Уже спасенные и верующие люди Еще там написано Work hard Работайте сильно Серьезно Старайтесь Работайте над своим Спасением Для этого нужно Трудиться Но мы это делаем Не с той целью Чтобы заслужить Или заработать спасение Но для того Чтобы оно проявлялось Было видимо другим Чтобы оно Чтобы наш внутренний человек Усовершенствовался Это очень важная мысль Почему нам нужно работать Над своим спасением Чтобы процесс нашего роста Усовершенствовался Чтобы мы становились лучше Чтобы мы изменялись Чтобы мы были похожи на него На его образ То есть чтобы мы проявлялись Чтобы мы проявлялись Чтобы снаружи Это было Видимо Для остальных Иначе Мы будем Мы рабы Тех же привычек Плохих привычек Которые у нас есть Они у всех есть Плохие привычки Которые мы знаем Но мы соглашаемся С тем Что все равно Божья благодать Все покроет Все равно Бог Все простит Все равно Куда мне уже Меняться В 60 лет Но здесь Почему-то написано Для всех Совершайте Работайте Над собою Иначе Мы рабы Тех же привычек И мы жертвы Тех же искушений Христианская жизнь Должна усовершенствоваться Непрерывным Продвижением Вперед Также в этом стихе Написано Со страхом И трепетом Совершайте свое спасение Здесь идет речь О страхе О благоговении Об уважении К Богу И вообще Вот ко всему Этому спасению Почему со страхом И трепетом Страх Не потому что Бог плохой Или жестокий Но потому что Это заставляет нас Искать Бога Искать Потому что мы понимаем Что без Него Мы ничего не можем Без Него Без Его помощи Мы не сможем спастись Без Его помощи Многое в жизни У нас не получится Вот это осознание Понимание Толкает нас Со страхом Искать Его И как можно быстрее Обязательно его найти И мы не боимся того Что Он может нам сделать Но мы боимся Того Что мы можем сделать Его Огорчая Бога Обижая Бога Наши отношения К Нему Дальше Вторая часть Этого стиха В процессе Спасения Написано в Библии Что Бог Производит в вас Хотения и действия По своему Благоволению Бог Бог Производит Бог Делает Бог так Делает Что в людях Появляются Желания Которые Угодны Богу По благоволению Богу По желанию Бога По расположению Бога Смотрите Что Написано В английской Библии Благоволению Бог Он работает В вас Производя желания И действия Для того Чтобы совершить Его Хорошие Цели Его Цели Божьи Цели Также Еще один слайд Покажите Другая версия Там написано Work hard To show The results Of your salvation For God Is working In you Giving you The desire And the power To do What pleases Him Потому что Бог работает В вас И дает вам Желание И силу Совершать То что Нравится Ему И так Бог Говорит Не просто Совершайте Свое спасение А Бог Говорит Я вам Помогу В этом Процессе Не просто Там Сами Разбирайтесь Там Старайтесь Молитесь Что можете Делайте Совершайте Работайте Над собою Над своим Спасением Но помните Что я вам Помогу В этом Как Я Бог Я буду Людям Вам Посылать Желания Которые Желания Которые Будут Угодны Мне Которые Мне Нравятся Желания Которые Будут Исполнять Мою Цель Мои Цели Заметьте Еще Что хочу Добавить Что Бог Будет Посылать Нам Не просто Желания Но И Действия Бог Будет Работать Над тем Что нам Не просто Дать Хорошее Желание Но Помочь Это Желание Превратить В действия Into Action Чтобы мы Могли Конкретно Что-то Сделать Хорошее И полезное И вы знаете Что Бог Он Сам Дает Эти Желания Бог Дает Вам Желания Хорошие Правильные Часто Мы Думаем Что Все Хорошие Мысли Которые У нас Есть Все Хорошие Дела Которые Мы Сделали Мы Часто Думаем Что Это Мы На самом деле Это Не Мы Это Бог Человеческая Натура Она Плохая Она Греховная Она Запачкана Непостоянная Часто Нас Раздражает И Ранит Поэтому Все Что Мы Делаем Хорошее Все Что В жизни Вы Сделали Хорошее Помните Это Не Вы И Не Я Это Бог Дал Вам А потом Помог Это Превратить В Действие И Вы Это Сделали И В этом Есть Процесс Спасения Совершайте Делайте Работайте Над Этим Бог Он Точно Нам Эти Желания Дает Потому Что В Библии Написано Бог Дает Бог Производит Как На Производстве Бог Производит У нас Такие Мысли И Желания Бог Нам Это Посылает Я Хочу Всем Нам Посоветовать Чтобы Мы Прислушивались К Тому Что Бог Посылает В наш Разум И В наше Сердце Все Ваши Хорошие Планы Помочь Другим Людям Поучаствовать В служении В чем То Покаяться Что Что Сделать Хорошее Приятное Помните Что Это Бог Эти Сигналы Постоянно Людям Посылает Мы Люди Мы Творение Бога И Представьте Себе Что Все Если Так Посмотреть На Большую Картину Look At The Big Picture Все Что Бог Делает Он Всю Жизнь Занимается Тем Что Он Людям Посылает Сигналы Сделай Вот Это Понятно Хорошее Хорошее Что Сделай Вот Этому Человеку Помоги Вот Этому Человеку Пожертвуй Деньги Вот За Него Помолись А Здесь Ты Сам Остановись И Покайся Вот Это Еще Сделай Бог Посылает Сигналы Бог Дает Бог Производит Постоянно Такой Продакшн Идет Бог Производит Желания Мысли Посылает В Твое Сердце А у Нас Выбор Выбор Делать Или Не Делать Но Бог Постоянно Нам Это Посылает Внутрь Нас Я Хотел Посоветовать Чтобы Мы Прислушивались К Этим Желаниям Которые Появляются В нашей Жизни Хорошие И Поняли Что Если Они Появляются То Это Не Потому Что Мы Хорошие Потому Что Бог Работает Над Нами И Посылает Нам Эти Желания И Помните Как мы Читали Английский Перевод Говорит Он Эти Желания Нам Посылает Чтобы Мы Могли Достичь Его Хорошие Цели Не Наши Цели В жизни Его Цели Бог Занят Тем Что Он Всю Жизнь Хочет Чтобы Человек Исполнял Его Волю Вот Смотрите Бог Производит Бог Делает Бог Посылает Бог Постоянно Над Нами Работает Чтобы Исполнялись Его Цели Божьи Цели Не Наши Цели Чтобы Мы Исполняли Его Волю А мы С вами Выбираем Делать Это Или Не Делать Потому Что Бог Дает Человеку Право Избирать Как Поступать Давайте Мы С вами Вспомним И Сделаем Для себя Такой Небольшой Тест Сколько Раз У вас Было Хороших Таких Планов Помочь Другим Людям В течение Месяца Тест Сами Для себя Вспоминайте Что У вас Пришло На сердце Легла Такая Мысль Вот Этой Женщине Пожертвовать Деньги Мысль Пришла В понедельник Я пойду На молитву Вот Этому Человеку Нужно Помочь С Вот Этим Я хочу Встретиться Просто На кофе Пойти С ним Пообщаться Поддержать Его Вот Эту Женщину Нужно Было Заехать Посетить Дома Желание И план В будущем Участвовать В церкви В служении Желание В среду Тоже Начать Ходить Церковь Желание Кого-то Благословить Как вы Можете В течение Месяца Вспомните Сколько раз У вас Так было Сделайте Себе Такой Небольшой Лист Сделали А теперь Возьмите Хайлайтер Это Такой Фломастер И Хайлайт Все Что вы Из этого Что вы Хотели Сделать Все Что вы Сделали И теперь Мы делаем Вывод Что все Что в течение Месяца Приходило В наш Разум Хорошее Это все Написано В Библии Причина Почему Потому что Это Бог Их Посылал Сигнал За сигналом Сделай Сделай Послужи Отдай Пожертвуй Помолись И теперь Мы сами Себе Можем Дать Оценку Как Мы Совершаем Свое Спасение Написано В Библии Совершайте Свое Спасение Со страхом И трепетом Бог Производит В вас Желания Непростые Никакие Попало Желания Но желания Которые Будут Служить Его Благоволению Его Желанию Исполнять Его Целей И Бог Вам Дает Эти Желания И Он Даже Помогает Чтобы Их Превратить В Действие В Английском Переводе Написано He gives you Desire And Power Дает Вам И Желание И Силу Чтобы Это Сделать И Теперь Мы С Вами Понимаем Что Бог Он Так Много Хочет Сделать Хорошего На Земле Через Людей Через Людей Посылает Желания Людям Хотя Можно Было Сказать Бог Да Зачем Тебе С ними Уже Кажется Возиться Сам Возьми Сделай Через Людей Бог Делает И Бог До сих Пор Это Делает Всю Жизнь Бог Посылает Нам Эти Желания Нам Осталось Разобраться В этих Желаниях Сколько Мыслей К нам Приходит В голову Сколько Разных Желаний И Планов Заметьте Что Все Эти Планы И Желания Которые Приходят В наш Разум Мы Часто Это Все Откладываем На Будущее Потом Я Хотел Я Думаю Я Сделаю В Будущем И Дьявол Всегда Утверждает Что Все Нормально Планировать Планировать Это Хорошо Планировать Это Нормально Давай Напишем План Прекрасный Как Мы Будем Помогать Как Мы Будем Делать Но Мы В Будущем Это Сделаем И Так Всю Жизнь Но Бог Дает Нам Желание Нам Остается Разобраться В Этих Желаниях И Превратить Их В Действия И Там Задействована Наша Воля И Наш Выбор В Библии Есть Написано Задаю Задам От Бога Или От Кого Зависит Победа Христианская Победоносная Жизнь От Кого Она Зависит От Бога Или От Человека Поднимите Пожалуйста Руку Кто Думает Что От Бога Ну Немного Процентов 10 А Поднимите Пожалуйста Руку Кто Думает Что От Человека Ну Тоже Процентов 10 Ну И Все К multi Не Подняли Наверное Думает Что от Что от них? В Библии есть один такой стих. Написано, коня приготовляют на день битвы, но победа от Господа. Кто готовит коня? Человек. 100% обязательно готовит человек, но победу дает Господь. Значит, задействованы два лица. И наша часть, и наша доля, и Бог тоже обязательно участвуют в этом процессе. И вы знаете, что здесь Библия явно и конкретно делает акцент на действия, чтобы люди не просто слышали и не просто хотели, но действовали. Много христиан, у нас часто все останавливается на уровне слышания и желания. Правда? Ну, кто против помогать? Кто против служить? Ну, никто не против. На уровне слышания и желания. Но Бог хочет, чтобы это превращалось в действие. И давайте я сейчас перейдем к следующему пункту. Как делать? Мы сейчас вот уже разобрались, что делать. Совершайте свое спасение. Бог производит в вас желания. А дальше как делать? И здесь мы с вами обратим внимание на то, что именно нужно делать. Читаем с вами стих Луки 6, глава 46 стих. Слова Иисуса Христа. Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, не делаете того, что я говорю. Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камни. Почему, когда случилось наводнение и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его. Потому что он основан был на камне. А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла вода, тот час обрушился. И разрушение дома сего было великое. Вначале хочу сделать вступление к этому стиху. Здесь Иисус Христос возмущается, ему не нравится, когда люди называют его Господи, Господи. И хочется сказать, ну какая разница, как называть? Но вот даже на такую деталь Иисус Христос обращает внимание и говорит, не будьте лицемерами. Не будьте двойными людьми. Не называйте меня Господи, если вы только слушаете. С одной стороны, хорошо, слава Богу, за то, что слушают, некоторые даже не слушают. Но здесь Бог, Иисус Христос, требует чего-то большего и говорит, не просто слушайте, но исполняйте. Опять мы возвращаемся к первой мысли. Бог производит в нас не только желание, но и действие, результаты, плоды. Заметьте, что здесь, в этом отрывке, показываются два примера. Два человека построили два дома. Говорится о фундаменте, об основании. На первый взгляд, фундамент и в одном, и во втором доме, они одинаковые. Нельзя снаружи, возможно, увидеть разницу. Но разница в том, что одни слушают и слушают, и уже много лет слушают, и много лет соглашаются с тем, что они слушают. И они снова приходят и снова новое что-то слушают. Другая сторона, люди слушают и исполняют. Приходят услышать, чтобы что-то новое исполнить. Возвращаемся к первому примеру. Слушают и снова слушают. И приходят, чтобы снова что-то новое послушать. И здесь Библия говорит нам о том, что на оба дома наперла вода. В английском Библии написано «флад». поток пришел, испытание, давление на оба дома, на оба человека, два христианина. И в одном написано, что вода не могла повредить, испытание не раздавило. В другом случае написано, что разрушение было великое. В английской Библии написано «разрушение было полное, полностью, до основания». И вот когда в нашей жизни мы живем, мы все понимаем, что рано или поздно в нашу жизнь придет вот этот напор воды, придавит. Но если человек исполняет, не поколебаешься. И если только слушаем. Библия говорит, Бог производит желание. Желание. Когда Бог производит желание? Когда мы слушаем Слово Божье, узнаем о милости Божьем, услышали о вести спасения, слушаем Слово Божье, которое живо и действенно. И к нам приходит желание. Но недостаточно просто мечтать и желать, помогать и служить. Дальше Библия говорит, должно быть действие. Слушать и исполнять. Что-то менять. Вот я так подумал, какой самая распространенная плохая привычка у людей. И мне показалось, на мой взгляд, это крик и гнев. Может быть, я ошибаюсь, но мне показалось так. Наверное, самая популярная. Крик и гнев. И вот я так подумал, ну сколько лет мы уже об этом слушаем, слышим, знаем. И снова еще много раз услышим. Но вопрос же в том, чтобы исполняли. Вот почему Бог говорит, совершайте свое спасение. Свое, свое собственное, личное над собой работой. Свое. Надо, чтобы что-то исполнялось и менялось. И когда приходят испытания, наводнения, цунами, обычно часто об этом не предупреждают заранее. Цунами в Японии. Супертехнология сегодня есть. Правда, интернет, радары, спутники. Что только не придумаешь. Пришло цунами на крыло. И считаем погибших. Но сегодня у нас есть привилегия, братья и сестры. Слово Божье, Библия, милость Божья, она нас еще раз предупреждает. Предупреждает о том, чтобы мы не просто слушали, но и исполняли. Чтобы наш дом, он был на твердом основании. Мне так кажется, я думал за себя. Так подумал, а в чем же мне меняться? И так анализировал себя, думаю, ну, вроде бы, куда же уже меняться? А потом другая мысль. Верующему человеку, давно верующему, очень трудно вообще найти в себе что-то поменять. Вот чем больше, мне кажется, человек верующий со стажем, чем автоматически вот это все мы относим к другим, но не к себе. Ну, а потом пару страниц нашел, в чем можно мне меняться. И пришли желания поменять. И я уже почти собрал свои вещи и хотел выйти, а потом вспомнил, так подожди, так желаний же недостаточно. Желаний у нас в месяц тысячи хороших, добрых, по Божьей воле, но они желаниями и остаются до сих пор. А глубина в основании, в основании, когда мы исполняем и меняем. Еще попробуем с вами ответить на вопрос, как делать. Как совершать свое спасение и как делать. Филиппийцам 2 глава, 12 стих по 14, то, что мы уже читали. Но здесь мы добавляем еще один стих. Совершайте свое спасение со страхом и трепетом, потому что Бог производит восхотение и действие по своему благоволению. И как это нужно делать? Все делайте без ропота и сомнения. Without complaining and arguing. Без ропота и сомнения. Вы знаете, что мне кажется, что нам не обещают, что когда мы начнем что-то хорошее делать, что все будут радоваться. И что никто нам не будет мешать. Но почему-то здесь написано, что делайте без ропота. Все делайте без ропота и без сомнения. В английской Библии написано без споров, без жалоб. Интересно то, что ропот или негативный дух, он не нравится не только людям. Муж и жена, вспомните друг друга. Когда кто-то бурчит вторым голосом. Как вам, нравится? Правда не нравится людям. И интересно то, что и Богу это не нравится. Потому что если мы находимся в таком состоянии, конечно, радости у нас никакой тогда нет. А Библия говорит, что всегда радуйтесь. Лишает нас мира. Это признак недоверия Богу. Когда мы делаем с ропотом. Но Библия, не зря, я думаю, говорит нам о том, чтобы когда мы что-то начнем делать, возможно, будут трудности. Возможно, что-то не все поймут. Но когда мы будем исполнять Его желания, помните, делайте это без ропота. Это одно из доказательств, что вы это делаете, исполняя Его цели. По Его благоволению. Делайте без ропота. Делайте для Него. Следующий пункт нашей проповеди, третий, это для кого делать. Мы уже с вами прошли, что делать, как делать, и третье, для кого. Читаем с вами Колоссянам, третья глава, 23 стих, и по 24. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». Все, что делаете, делайте как для Господа. И еще и плюс от души, качественно и хорошо. Все, что не делаете, делайте как для Господа. В русской Библии написано «от души», в английской Библии написано «от сердца», в другом переводе написано «с охотой». Делайте. Не просто делайте, а иногда мне, я так подумал, что даже хочется сказать, даже не начинай делать, если даже как попало хочешь делать, если будешь роптать, не начинай делать, если будешь делать не как для Господа. Просто даже не начинай, сам будешь недовольный, и другие вокруг тебя. Ну а все, что делаете, делайте как для Господа. Абсолютно все. Все. Машину моешь, дом убираешь, на кухне моешь посуду, поешь в группе, занимаешься милосердием, участвуешь в служении Ашера, или ты учитель, или ты принимаешь гостей. В нашей церкви очень много семей принимают гостей. Все делайте как для Господа. А теперь задумайтесь, как это все меняет. Вот делал всю жизнь, делал, делал. Почему? Ну все делают, ну надо делать, ну ничего ж плохого нету, ну почему бы не принять человека на ночь, ну мы делаем. А тут ты делаешь как для Господа. Я вспомнил, постарался вспомнить пример, когда я последний раз что-то сделал как для Господа. Первое, меня это заставило задуматься. Второе, это уже плохо. Третье, я вспомнил пример, как когда-то, для тех, кто давно живет в Джексонвилле, мы еще собирались на юниверсити, в старом здании, в старой церкви. Я не помню почему, но я приходил туда раньше, когда еще кондиционер был выключен. Я его сам включал и носил колонки, аппаратуру. Не помню почему, по какому поводу. Я помню, я поднимался по ступенькам, и у меня была мысль, зачем я вот это тут, зачем, кому это все надо, жара. Я тут сам. И помню, я поднимаюсь по ступенькам дальше, а там они были очень короткие, там было 3-4 ступеньки. И у меня вторая мысль, но это я делаю как для Господа. Сразу вдохновение, силы, свежесть, желание, расставляю и радость внутри. И потом я рассуждаю дальше и отвечаю себе на вопрос, подожди, так как давно это было? Ну приблизительно 8 лет назад. я рассуждаю дальше. Так подожди, а что я делал на протяжении следующих 8 лет? Ну я же вроде бы служением занимаюсь. Так подожди, а почему я вспомнил пример 8 лет назад? Дальше отвечать даже на вопросы не хочется. Так подожди, так чем мы занимаемся вообще в церкви? Так подожди, давай конкретнее, чем я занимаюсь? Так кому я это все делаю? Все, что не делаете, делайте как для Господа. Как печально, что пример последний 8 лет назад, значит получается, что сейчас, как это называется? И вы знаете, какой вывод? Вывод. Человек может быть в служении. Человек может быть на сцене. Человек может быть активный в церкви. Но это не значит, что он делает это как для Господа. Слышите? Это еще не значит, что ты это делаешь как для Господа. А какие варианты? Ты просто по натуре, такой активный человек, бурный. Твоя натура такая. Тебя где ни посади, в каком обществе, верующим, неверующим. Ты всегда будешь активным. Вот ты сейчас в церкви, и тоже ты активный. Но это не потому, что ты как для Господа обязательно это делаешь. Второй вариант. Тебе просто нравится быть занятым. Ты предприимчивый человек. Тебе нравится быть занятым. Ты всю жизнь всегда, где ты не жил, не был, ты всегда был занятым. Тебе скучно, если тебе нечего делать. Это второй вариант. Третий вариант. Это твои способности. Твои способности такие, что у тебя это получается. Ты это делаешь. Ты организатор, ты лидер, ты певец, ты музыкант, ты механик. Ты это делаешь, но это не обязательно, что это как для Господа. У тебя оно просто натурально, естественно, получается. А теперь же задать вопрос и спросить, а что, если бы все это делать как для Господа? Сколько меняется вот здесь? Можно брать листок, доставать ручку и писать. Если все, что я делаю сегодня, завтра, просто начну думать по-другому и буду делать как для Господа. И вы пишите рядом все, что изменится. Я вам дам несколько подсказок. Вот что изменится. Вам уже будет все равно, что скажут люди, потому что вы это делаете как для Господа. В Библии еще есть место, я не помню, как оно точно написано и где, что если бы я жил и только угождал людям, помните, то никогда не смог бы выполнить его волю. А мне кажется, 70 процентов мы угождаем иногда людям. Дальше. Если бы я делал как для Господа, то мне было бы не обидно, если бы мне не сказали спасибо. Если бы меня не поблагодарили. если бы меня не ценили. Потому что я делаю как для Господа, для Господа, для Него делаю. А потом, если вдруг в этом процессе что-то не так, то кому я иду жаловаться? Кому я рассказываю свою боль? Ему. Тому, для кого я это делаю. Но в реальной жизни не так. В реальной жизни мы идем, рассказываем свою жалобу, боль и критику людям. И хочется сказать, потому что, наверное, чуть-чуть для них делали. А если бы делали для Него и как для Него, то Ему бы и все рассказывали. Дальше. Если мы делаем как для Господа, то мы можем выполнять ту же самую работу, все, что ты делал и раньше. Но ты имеешь внутреннее удовлетворение. Радость. Просто радость. Внутреннюю радость. Нам иногда непонятно, когда в Библии написано всегда радуйтесь. Как это можно всегда радоваться? Можно радоваться, когда, например, в церковь пришел на молитву, что-то сделал хорошее, а в остальных случаях значит мы делаем может быть не как для Него. А когда делаем как для Него, все меняется. Все полностью меняется. Еще в этом стихе, в контексте, здесь идет обращение к рабам. Павел пишет, рабы, повинуйтесь своим господам. Можно добавить к этой мысли, что особенно когда вам дают какое-то задание, когда вас просят что-то сделать для других людей или особенно в церкви, в служении вас что-то попросили. Представьте себе, что вы это приняли как для Господа. Правда, мотивация меняется. по-другому мотивации даже уже не надо. Не надо человека толкать, напрягать, напоминать, подсказывать. Полностью все меняется, потому что он делает как для Господа, а не как для человека. И вы знаете, что часто, возможно, в семейной жизни бывает, что муж может сказать, я для тебя так старался, я для тебя так делал. Жена может сказать, а я для тебя так старалась, я для тебя делала. И нет ничего плохого в этом, чтобы делать для мужа или для жены. Но помните, что когда делаем для человека, может прийти разочарование. Потому что для нее старался, делал, а она не оценила. Или она для тебя старалась, а ты не понял или не сказал спасибо. И приходит боль. Но когда делаешь то же самое, что ты и сделал, но как для Господа, другие чувства, просто другие чувства наполняют твое сердце. А если мы не делаем как для Господа, то нам, если мы не делаем как для Господа, то нам постоянно мешают люди. Нам кто-то возможно надоедает. У нас нет радости. У нас иногда нету мотивации нам легко роптать. Если мы не делаем как для Господа, нам легко критиковать. Я ему помогла, а он я не буду участвовать в этом служении, потому что я старался. А для кого? Для пастора? Для лидера? А если бы как для Господа? У людей может быть всегда быть разная реакция, которая вам не нравится. Но если ты делаешь как для Господа, вот эта реакция людей по-другому воспринимается. причина и цель вашего дела меняет все настроение, постоянство, приоритеты и так далее. Итак, друзья, мы с вами прошли три вопроса. Что делать? Как делать? И для кого делать? И тема нашей проповеди сегодня была процесс спасения для уже спасенных. И в конце моей проповеди я хочу обратиться к тем, кто еще не спасен. Помните, что вы всегда имеете право получить спасение от Бога даром. Вы тоже можете покаяться пред Богом, вы тоже можете получить спасение и прощение ваших грехов. Для всех, кто уже это сделал, я сегодня всех нас призываю к искренней молитве и беседе с самым собой и с Богом. Помните вот тот список? Все наши добрые желания кому-то помочь что-то послужить и сделать в церкви. И помните наш хайлайтер, который мы подчеркивали все, что мы сделали, все, что мы хотели и планировали сделать, и все, что мы сделали. В этом есть большая разница. Но я сегодня здесь, еще раз вам повторить. Дорогие христиане, Библия говорит, совершайте свое спасение со страхом и трепетом, ибо Бог производит, дает вас желание по Его благоволению. И все, что не делаете, делайте как для Господа, не для человека, не для человека, не для человека. В Библии написано не для человека, а как для Господа, ибо вы этим служите Христу. Вот это и есть процесс спасения и служения. Вы этим служите Христу, которому мы все стараемся подражать. Богу за все пусть будет честь и слава. Аминь.